Все случилось в октябре прошлого года. По версии следствия, нападавший был изрядно пьян, своих жертв караулил специально. После того, как две девушки зашли в подъезд собственного дома, проследовал за ними прямо до квартиры. Когда открылась дверь, затолкал обеих внутрь и изнасиловал. Из квартиры вынес ценные вещи, которые потом сдал в ломбард. Увидел дверь открытую, взял просто золото есть, да, да, есть. Там девчонки были молодые. Забрал золото и ушел сразу. И сразу через 20 минут в этот, как его, сдал в ломбард. Такие показания Денис Фатахов дал сразу после ареста. Полицейские задержали его спустя три часа после преступления. Своего обидчика узнали и пострадавшие девочки. Сегодня заседание закрытое, прессу на процесс не пускают. Подсудимый, опасаясь вопросов журналистов, к залу суда идет быстрым шагом. Его адвокат от комментариев отказывается. Ничего не будет комментировать девочки, категорически. Почему? Ну, потому что это мое право. Я не собираюсь разговаривать, не давать комментарии. Это мое право. В Самару гражданин Узбекистана приехал на заработки. У него жена и маленький ребенок. По словам прокурора, свою вину Фатахов признал, в содеянном раскаивается. Вина полностью доказана, подтверждается собранными по уголовному делу органами предварительного расследования в полном объеме. Объясняет тем, что находился в сильнейшем состоянии алкогольного опьянения, был стресс, нужны были деньги. Вот таким образом объясняет. Денису Фатахову грозит до 20 лет колонии строгого режима. Обвинение намерено требовать максимальное наказание. Приговор будет вынесен 7 ноября. Алина Чемерис, Константин Головин. События.